наступило утро прекрасно солнечное ясное утро на улице где-то минус 1 минус 2 наступила прекрасная погода мы выезжаем проверить всех своих желез порыбачить мы сегодня выдвигаемся данечка буквально через несколько дней наступающий новый год шикарное доброе утро приехал на свою стоянку рубацкую видим такую картину 6 жертвец у нас стоит и одна даже упала и утро такое поднимающиеся ух сейчас пойдем как наловим саннышкой рыбе наловим на тридцать часов всего лишь ничего нам это тоже семья щука пойдет крупная крупная какой туман идет кабинка прекрасная нет я его просто пробил проверяй став выставлять мы потихонечку сейчас пробиваем жерлица буквально на 3-4 миллиметра подмерзла поэтому приходится прочищать час первый проход делать очень важный выставила ну давай посмотрим первый флажок размотан сильно да ну да здесь такая особенная щука выставлять очередная жерлица которая стояла и там тоже никого но обратите внимание как движется дымка она нас вот-вот скоро накроет и все она будет за в задымленном состоянии в тумане не знаю вообще получится ли поснимать ведь туман такой плотный ого-го красота и солнце стоят где-то там я вот мы обнаружили минусы у петровичу этих самых жерличек вот этот болтик который вот рядышком он очень легко откручивается и в этот момент может очень легко теряться катушка то есть болтиками проблема ну ладно бы они откручивались но они тонут если бы она упала в лунку и всплыла бы было великолепно а так пластик тяжелый он сразу тонет и все если у тебя отмоталась пиши пропала надо искать теперь металлическую гайку вот это вот единственный минус пока мы которые обнаружили какой прекрасный кадр в тумане на фоне встающего солнца небо чисто там где-то облака они тут эту жерлицу прочистишь убиваешь рыбку давай мы это же кастрюлькой мы признаемся вам вот он финал финал отличный финал живец надо живого повесить тут это рабочая очень хорошо рабочая и она не помнишь выловил вчера две подряд на лежачем и дать ветром сдул завалил но размотан так много никого размотала убежала сейчас мы вообще ничего не увидим даже за снегохода не вот так вот приходит туман как мы жерлицы блины непонятно непонятно какая-то страшная туча надвигается на нас ух и солнце сейчас скроет яанька ежик как в тумане уху такая красота надвигается на нас будем надеяться что она потом откроется хочется солнышко и ясного неба и тоже все солнце скрылось вот выглянуло солнышко и понеслись а жерлички никого но ничего главный результат погрызла процесс пошел щучка солнышко увидела и она понеслась анька первая увидела флажок прямо на солнце и сейчас мы будем ждать что у нас там тоже чего-нибудь сработает анька прям рукой вытащила щуку сорвалась а кроссовка вылетела где-то килограмма на 3 до пятерка ты думаешь пятерка да нет это явно килограмм три с половиной ну вот от силы вот три с половиной ну не больше не больше такая хорошая щука танка вытащила чуму щуки говорил такой любопытный что наклеивает скотчем приклеивать такой вот даже на клюве покажи на клюве даже она вся поражена вся поражена ой смотри во рту даже ай-яй я вот вот это я первый раз вижу смотри вот тогда еще одна красотка еще одна красотка а там что жрец есть соседний да-да-да я вырвала из пластия тоже сидела наверное подобного плана жареха жареха ты не взял этих крючков в этом ладно я вот так уже достала да чтоб тебя через забрала давай цепляйся что такое ой ой хороша опять и опять флажок опять на застегнутых жарлицу да а так клево нету так клево нету клево нету да вы просто не ходите поэтому у вас клево нету флажки все стоят но мы рыбачим да да у нее сил нету поднять или плюс конечно если вчера плюс 4 было а сегодня минус 7 у меня бы тоже голова болела я бы тоже не хотела тащить она схватить схватила и стоит да так что мы рыбачим а кто-то ничего не ловит ну вот ловим ловим жареху жевцы стремительно тают последние три десятка было три сотни жевцов осталось где-то в районе 20 штук так за спинку чтобы лучше держалась и под лед потому что кислородная ситуация потовая нынче так что уходит подо льдом маленько ну давайте еще тут давайте давайте я уже если честно проверяю просто живца и так рыбачу так тут есть 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 хорошая оленька даже побольше ух ты уже прям побольше вот это да это уже все семь семерка целая ну так конечно на самом деле это всего лишь килограмм ребят так выглядит килограммовая щука и росла она где-то года 4-5 до такого состояния полтора а кровь смотри как с меня шпарит давление видишь наверное мы-то даже не знаем какое давление поводок вон стальной здесь хорошо заглотила ну нормально сейчас ну если крупная подойдет то флажки будут все работать ну если будет мелочь брать что у тебя эти есть? что опять когтями пробила щуку все окунь таскает на жерлице жирненький жирненький да ходим туда-сюда флажки не берут поэтому щучка чуть больше нырки щучка очень меленькая сил у нее не хватает поднять жерлицу поэтому ходим проверяем каждые пять минут ну несмотря на все это результат есть поднял проверил сидит поднял проверил сидит фух уже час даже не присели даже не присели опять снял елка-папа рыбу рыбу сама отцепилась вот рыба чей живца нам оставила какая умница а не щучка вон там я смотрю вдалеке жерлица встала да да нет сначала проверим ты осторожен там опускай чтобы они не запутались ну вот вперед так не только проговорили про одну тут же вторая подрывалась бежим к ним что же у нас там будет флажа с криями сейчас они поднимут никого на следующую ну это-то хоть должна хоть нам хоть раз подать сидит да неужели ух ты ой-ой-ой до килограмма не дотянуло ой-ой-ой наконец-то где-то лунка хоть раз нам отдала щуку а то столько срывов сходов с почином очередным на Репино не успели дойти здесь проверить где жерлицы уже нас гонят на другой конец там в конце стала жерлица вот так и бегаем уже употели уморились прям от счастья от такого удовольствия просто кайф падаем с ног это вообще по-моему еще одна стала да точно еще одна жерлица две жерлицы обалдеть ну сейчас мы глянем что там муанушки что там муанушки ловится приблизим камеру и так первая проверка о тянет есть молодец вытащила хорошую вытащила шикарно ну и сам в конце пойдет сейчас еще одну проверить настолько мы привыкли что флажки так быстро поднимаются что даже рядом подорвался флажок я даже на него ноль эмоций потому что это такое явление за вот эти три дня это просто прелестно ну что у нас тут ну что у нас тут попробуем поднять сами для жарушки будем пробовать подсечь будешь еще мотать будешь еще мотать будешь еще мотать или все вытащила вытащила опять этого моего толстенького не в состоянии было проглотить блин не в состоянии было прохватить ну ладно пусть пробует и окунь пил 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 и окунь вот такие красавцы да отдай живца живец у нас сейчас как дефицит дефицит и кусок золота отдай не твое ой она еще живая это нырочка потому что сдохлым будет похуже ну да у нас кинет и на живот цепляется лучше вот так мы окуней уже наловили целую волокушу ушел вот паразит слабенько взял они лишь сидят и смакуют давай ту переставим там как раз мы на свал вероятнее всего попали опускай его Анечка давай то есть окунь большой при большой на жерлице воем как на удочку туда-сюда только приходится ходить а так клев прям сумасшедший как из пулемета отлично выставились единственное что неудобно это ходить по налеги замерзшей чтобы ноги не поломать а все остальное клев замечательный а все остальное клев замечательный по озерству он еще не привык он думает мы выпугаем а на самом деле это же увековечивание съемка бывает не хочет а так вот туда-сюда пока пришла уже килограмм десять окуней точно уже прям пять окуней было опа-опа у Анечки очередная жерличка она так тянет смачно что убежала вот паразитка хулиганка вот так вот я сегодня отрывачилась хотя сегодня были прогнозы не какущие это все словила я Вальдемар мне не помогал щечка у нас ну не сильно большая это самая большая ну наверное килограмм там есть даже грамм семьсот вот такого окуня я тут наловила на жерличке вот он конечно очень интересно клевал точнее вообще сказать не клевал подходишь берешь ух ты а тут оказывается у нас поклевка мы сегодня видели невероятную красоту как вот такая дымка преддверие нового года всем хотим пожелать рыбакам ни хвоста ни чешуи отличных уловов трофеев а это будет наша еда на новогодний стол вполне возможно тут хотя бы будет несколько девочек чтобы мы могли хоть столечко икры себе на бутербродики положить ну а окуня посолим у меня уже слюнки текут и потом просто вкусно покушаем завершающая жерлица такая хорошенькая ну что ж ты так тянула тянула ну ладно хоть не завершающий не было на завершающий сидела значит было счет тринадцать штук за день за каких-то два часа вот сейчас смотрю я бегает у нас ходуном пол в палатке и кастрюля вместе с ним и мы случайно наступили на мышку и вот мышки не стало кастрюлькой вообще короче мишна суха нечаянно умерла под нашей палаткой мы просим прощения у этой мышки но было но мы не специально я сейчас ее держу она еще тепленькая оа смотри тут а на ней блохи между прочим вот тут вот блоха прямо отсюда ускакала да ты что серьезно да так вот я говорю вот тут вот блоха была и прыгнула туда может там на камере успела заснять так что ладно наловила я тут рыбы целую волокушу три дня сидела бегала по жерлицам вот такую щуку большую килограмма на четыре здесь будет икра к новогоднему столу ну все поехали домой выезжаем с сугробов ух ух на